Демидовы – род богатейших российских предпринимателей, выдвинувшийся при Петре I благодаря созданию оружейных и горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале, основателей многих уральских городов, внесшей неоценимый вклад в освоение и развитие уральской земли. В XIX веке Демидовы отходят от предпринимательской деятельности и вливаются в ряды европейской аристократии. Из их числа происходила мать югославского регента Павла Карагеоргиевича. Одна из ветвей рода в 1873 году унаследовала в лице генерал-майора Николая Петровича Демидова, имея титул «Светлейших князей Лопухиных». Род Демидовых был внесен в и два-три части родословных книг Московской, Нижегородской и Санкт-Петербургской губернии. Демидовыми были основаны Демидовская премия и Демидовский лицей. В память об их заслугах в Барнауле и Ярославле в XIX веке были установлены Демидовские столпы. В Петербурге их имя носит Демидов мост, соединяющий берега канала Грибоедова. Становлению семейного дела Демидовых посвящен советский исторический фильм 1983 года. Представители фамилия Демидов изначально произошла от имени родоначальника Демид Григорьевич Антуфьев. Отец Никиты Демидова, родоначальника рода Демидовых Демид Григорьевич Антуфьев происходил из государственных крестьян. Он приехал в тылу из села Павшино, чтобы заняться кузнечным делом при Тульском оружейном заводе. Из троих его сыновей Никиты, Семена и Григория самым предприимчивым и энергичным оказался старший сын Никита, Никита Демидович Антуфьев. О начале его известности и первых успехах существует много разных преданий, связанных с именами Шафирова и Петра Великого. Достоверно только то, что искусно приготовленные им образцы ружей понравились Петру, который сделал его поставщиком оружие для войска во время Северной войны. Так как поставляемые Никитой Демидовым ружья были значительно дешевле заграничных и одинакового с ними качества, то Петр в 1701 году приказал отмежевать в собственность Демидова лежавшие около Тулы Стрелецкие земли, а для добычи угля дать ему участок в Щегловской засеке. В 1702 году Демидову были отданы Верхотурские железные заводы, устроенные на реке Неве. В 1701 году на Урале с обязательством уплатить казне за устройство заводов железом в течение пяти лет и с правом покупать для заводов крепостных людей. В именной грамоте от того же года Никита Демидов впервые наименован Демидовым вместо прежнего прозвища Антуфьев. В 1703 году Петр приказал приписать к заводам Демидова две волости в Верхотурском уезде. С 1716 по 1725 год Демидов вновь построил четыре завода на Урале и один на реке Оке. Демидов был одним из главных помощников Петра при основании Петербурга, жертвуя на этот предмет деньгами, железом и т.д. Акинфий Никитич Демидов сын Никиты Демидовича Акинфий Никитич с 1702 года управлял Невьянскими заводами. Для сбыта железных изделий из заводов он восстановил судоходный путь по Чусовой, открытый еще Ермаком и потом забытый. Провел несколько дорог между заводами и основал несколько поселений по глухим местам вплоть до Колывани. Построил девять заводов и открыл знаменитые алтайские серебряные рудники, поступившие в ведение казны. Он же принимал меры для разработки асбеста или горного льна и распространял вместе с отцом добывание и обработку малахита и магнита. Предложение его уплачивать казне всю подушную подать за уступку ему всех солеварен и повышение продажных цен на соль было отвергнуто. Несмотря на посредничество Берона, делавшего у него громадные денежные займы, В 1726 году Демидов вместе с братьями и нисходящим потомством возведен в потомственное дворянское достоинство по Нижнему Новгороду с привилегией. Против других дворян ни в какие службы не выбирать и не употреблять. По его завещанию значительная доля его наследства предназначалась сыну его от второго брака. Никите, старшие сыновья возбудили процесс. И по высочайшему повелению генерал-фельдмаршал Бутерлин произвел между ними равный раздел. Никита Никитич Демидов брат Акинфи Никита отличался крутым нравом и в его деревнях и на заводах часто вспыхивали крестьянские бунты. Никита Никитич, знаток горнозаводского дела, активно работал в Бергколлегии и основал железоделательные Нижний Шейтанский, Буйский, Кыштымский, Лайский заводы и Давыдовский медеплавильный завод. За что в 1742 году его возвели в чин статского советника. Никита Никитич имел пятерых сыновей. Прокофий Акинфевич Демидов, старший сын Акинфи, Прокофий, был известен своими чудачествами. Так, в 1778 году он устроил в Петербурге народный праздник, который вследствие громадного количества выпитого вина был причиной смерти 500 человек. Однажды он скупил в Петербурге всю пинку, чтобы проучить англичан, заставивших его во время пребывания в Англии заплатить непомерную цену за нужные ему товары. Громадные богатства, полученные по разделу и доброе сердце сделали Прокофий Демидов одним из значительнейших общественных благотворителей. На пожертвованные им миллион сто семь тысяч рублей основан Московский воспитательный дом. Им же учреждено коммерческое училище, на которое он пожертвовал 250 тысяч рублей. Когда стали открываться народные училища и главный наркуч, Прокофий пожертвовал на них 100 тысяч рублей. С именем его связывается также учреждение с судной казны и нескучного сада в Москве. Григорий Акинфевич Демидов, средний сын Акинфи, Григорий, больше интересовался ботаникой, чем предпринимательством. Более всего он известен как создатель первого в России научного ботанического сада под Соликамском и как корреспондент шведского ученого Карла Линнея. Также Григорию выпала судьба спасать фонды библиотеки Академии наук после пожара 5 декабря 1747 года. Его трехэтажный дом на Васильевском острове на 20 лет до 1766 года принял библиотеку и собрание и кунсткамеры. Григорий, благодаря своим дипломатическим способностям, упорству и бесконечным благодеяниям, добился в 1755 году у императрицы Елизаветы Петровны раздела Акинфиевого наследства, дав наконец возможность всем братьям вести самостоятельную жизнь. Никита Акинфевич Демидов, младший сын Никита Акинфевич, отличался любовью к наукам и покровительствовал ученым и художникам. Он издал журнал «Путешествия в чужие края», в котором много верных замечаний, указывающих на широкую наблюдательность автора, состоял в переписке с Вольтером. В 1779 году учредил при Академии художеств премию медаль за успехи в механике. Николай Никитич Демидов, внук Акинфи Демидова. Николай Никитич, начал службу адъютантом при князе Петенкине во время Второй Турецкой войны. Построил на свой счет фрегат на Черном море, в 1807 году пожертвовал дом в пользу Гатчинского сиротского института, в 1812 году выставил на свои средства целый полк солдат, в 1813 году подарил Московскому университету богатейшие собрания редкостей и в том же году построил в Петербурге четыре чугунных моста. Живя с 1815 года почти постоянно во Флоренции, где он был русским посланником, он, однако, много заботился о своих заводах, принимал меры к улучшению фабричной промышленности в России, развел в Крыму виноградные, тутовые и оливковые деревья. В 1819 году пожертвовал на инвалидов 100 тысяч рублей, в 1824 году по случаю наводнения в Петербурге на раздачу беднейшим жителям 50 тысяч рублей, в 1825 году собственный дом для дома трудолюбия и 100 тысяч рублей. Составил во Флоренции богатейшую картинную галерею «Благодарные флорентинцы» за основанные им детский приют и школу поставили ему памятник. Павел Григорьевич Демидов Павел Григорьевич – сын Григория Акинфевича, правнук Никиты Демидовича, образование получил в Гюттсингенском университете и Фрейбергской академии. Много путешествовал по Западной Европе. За обширные познания в натуральной истории и минералогии Екатерина II пожаловала его в советники Берг-Коллегии. Находился в переписке с Линьем, Бюффоном и другими заграничными учеными. Составил замечательную естественно-научную коллекцию, которую вместе с библиотекой и капиталом в 100 тысячах рублях подарил московскому УНИФ. Когда в 1802 год был издан манифест об учреждении министерств, заключавший в себе, между прочим, призыв к пожертвованиям на дело образования в России, Демидов одним из первых откликнулся на него. В 1803 году на пожертвованные им средства основано Демидовское высших наук училище. В 1805 году он пожертвовал для предполагаемых университетов в Киеве и Тобольске по 50 тысячамер. Тобольский капитал к 80-му годам возрос до 150 тысяч рублей. И Демидов стал одним из главных учредителей Томского университета в актовом зале, которого и поныне вывешен портрет Демидова. В 1806 году он пожертвовал Московскому университету свой Мюнцкабинет, состоявший из нескольких тысяч монет и медалей. В Ярославле ему поставлен памятник, открытый в 1829 году Павел Николаевич Демидов. Павел Николаевич – старший сын Николая Никитича и Гермейстер. Он несколько лет служил губернатором в Курске и прослыл благотворителям края. Во время эпидемии холеры 1831 года построил в Курске четыре больницы. На его счет воздвигнут памятник поэту Богдановичу, известен как учредитель так называемых «демидовских наград», на которые жертвовал при жизни и назначил выдавать в течение 25 лет со времени его смерти по 20 тысячамер ассигнациями или 5714 рублей. Сер. Ежегодно Анатолий Николаевич Демидов Анатолий Николаевич большую часть своей жизни прожил в Европе, изредка лишь приезжая в Россию. Крупнейшее его пожертвование – основание Демидовского дома презрения трудящихся в СПБ, на что им дано более 500 тысяч рублей. Основание Николаевской детской больницы, на которую он пожертвовал вместе с братом Павлом Николаевичем 200 тысяч рублей. В 1841 году он женился на племяннице Наполеона I, принцессе Матильде, купив княжество Сан-Доната. Он стал называться князем Сан-Доната, но только за границей. За его счет снаряжена была в 1837 году ученая экспедиция в Южную Россию. Он же дал средства на путешествие по России. В 1837 году у французского художника Андрея Дюрана, составившего и сдавшего в Париже альбом видов Voyage. Ориторийская торчология Кенраси, князь Пау Демидовов, де Сан-Доната, 1935. Сегодня он в Австрии, Монгзее. Фактический профессор трех дисциплин – экономика, фармакологии и геополитика. Почетный гражданин Барселоны, Мюнхена из Альцбурга. Член папского ордена СВ, Силвестра. Почетный профессор всех папских университетов. Великий эзотерический мастер тамплиеров Европы. Великий мастер ордена Сиона, кавалер ордена Чисти Тевтонцев, известнейший меценат, член общества Тули, подпсевт. Нил Так Демидов поместил о России ряд писем в журнал «Дес Дебац» и издал их отдельной книгой. Ф. Р. Леттрессер Лемпайр де Расси. Павел Павлович Демидов. Павел Павлович, сын Павла Николаевича, окончил курс в юридическом факультете СПБ университета, служил в посольствах Парижском и Венском, был советником губернского правления в Каменец-Подольске. С 1871 по 1876 год был киевским городским головой. Во время русско-турецкой войны 1877-78 ГГ был чрезвычайным уполномоченным СПБ. Общество «Красного креста» на его средства издавалось одно время в СПБ «Газета Россия» в 1883 году. Он написал брошюру «Иврейский вопрос в России», унаследовал у бездетного дяди Анатолия Николаевича. Титул князя Сандоната утвержденный за ним в 1872 году Александром II, второй род Демидовых. Другой род Демидовых происходит от действительного статского советника Василия Ивановича Демидова. Сын его Иван Васильевич был при Екатерине II генерал-поручиком и флота генерал-цехместером. Этот род внесен в часть родословных книг Казанской, Новгородской и Орловской губерний.